Доброе утро! Сегодня мы в Богодуховском районе, в Богодуховском лесничестве, совсем недалеко от Шаровки, в лесу. Сегодня мы здесь сажаем деревья. Сажаем деревья на большущие просеки, которые освобождены лесниками в результате плановых зачисток леса. Нет, это не варварская вырубка, которая происходила у нас в Харькове. Это старый лес, освобождается, горело и так дальше. И сегодня здесь мы сажаем деревья. Сажаем особым способом, харьковским способом. Вы сегодня посмотрите, об этом расскажут. И заодно по пути мы хотели показать тем людям, которые не были в этом прекраснейшем заведении санатории Шаровка, что это жемчужина не только Богодуховщины Украины, но и харьковщины тоже, что он живой, этот комплекс, что он требуется, конечно, реконструкции. Все на все, заехать на 5-10 минут и мы поехали бы работать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Что столько было запретов, я просто не понимаю, и не понимаю главврача санатория Букина, который и закрыл само здание, чтобы не пустить, показать, хотя бы чуть-чуть, не дал возможности встретиться с людьми, которые здесь лучше знают, и как они живут, и что делают. Мы хотели просто людям показать, что вот здесь такой прекраснейший заповедничек такой. Мы не собирались об этом говорить. Нас сами подтолкнули. Скорее всего, напрашивается действительно, что в 2009 году из программы, первой программы реконструкции отопления в этом замке, 820 тысяч сделаны котельные, и подведен газ, и не только для санатория, и для жилого. Поселочка. И на этом все заглохло. Сегодня здесь очень много людей, просто которые пришли нам помочь. Здесь работает почти 150 человек на этом специальном субботнике. Здесь активисты партии Батькивщина, депутаты и неприсоединившиеся независимые личности, такие как, например, Андрей Войсиковский. Андрей здесь не случайно, он профессиональный лесник, и он давно следит за зелеными насаждениями. Мне очень приятно, что оппозиция, наконец-то, начала кого-то садить, точнее, что-то садить. Здесь была сплошная рубка, после этого подготовили прекрасно почву для посадки сосны, сосны обыкновенной, и сейчас действительно партийцы садят эту сосну. Но я бы хотел, чтобы они приехали сюда лет через 15-20 и посмотрели, какой лес становится после того, как они его посадят. Это очень приятно, потому что я когда начал заниматься лесным хозяйством, я думал, ну посадил, посадил. А когда через 27 лет посмотрел на эти деревья, которые лично я посадил, и какой-то лес, я теперь могу ходить и хвастаться, и говорить, что вот этот лес посадил лично я. Это красиво, это хорошо. Старейший механический способ, изобретенный харьковским ученым, меч Колесова, предназначен для посадки молодого леса. Делается луночка, туда опускается саженец сосны, опускает до края ямочки и поднимая вверх, расправляя корешок. Вторым движением опускается, притрамбовывается ничья часть, убирается воздух, притрамбовывается верхняя, убирается, гридируется луночка и двумя движениями притаптывается росточек. Качество посадки определяется тем, чтобы легко нельзя было выдернуть росток. Раз его нельзя выдернуть, значит он посажен. В среднем производительность не самая высокая, но самая надежная. По проживаемости, если выдерживаются агротехнические требования и правильная посадка, до 80% саженцев принимаются и идут в рост в этом же году. Расстояние посадки в среднем конкретно здесь, на этой делянке определяется лесничьим, но по требованиям 50-70 сантиметров. Уплотняется земля, делается луночка, достаточная для того, чтобы опустился корешок до конца, расправляя, потряси его. О, вот так, умничка. Давай. Раз, два и пошли так же. Глаз мы подняли. Инициатива областной организации Батькищина, все депутаты областной фракции городской ее поддержали, с радостью это восприняли и с радостью сегодня работают здесь, в Богодуховском районе. Инструктаж, конечно, получили, потому что наша позиция как в политике, так и здесь, что все должно делаться качественно и точно. Мы этим параметрам соответствуем и здесь. Мы сегодня здесь, потому что хотим своими руками, своим примером показать, как нужно узеленять нашу славную Харьковскую область. Поскольку от наших политических оппонентов мы много слышали о том, что мы только говорим и только критикуем и ничего не делаем. Вот, ну, как бы наглядная иллюстрация того, что это совсем не так. Трудно? Я думаю, что я скорее получаю такое моральное удовлетворение сегодняшнего дня. Да, мы созидаем. Это наше «прости перед природой», которую цивилизация так безнаказанно губила. И нам очень приятно, что мы сегодня можем восстановить вот тот баланс, который должен существовать. Поэтому мы работаем с удовольствием, нам нравится. С охоткой. Вот, с охоткой. Я дуже багато, до речи, саджав и саджаю. Знаменно то, что сегодняшняя наша работа проходит напереду дни, великого дня. Я думаю, что все дерева приймутся, все эти маленькие, что тут будет супер. Заметьте ту атмосферу, которая существует сейчас в этом коллективе, который добровольно этот субботник посвятил одному единственному. Посаженному дереву. Говорят, что самое главное в жизни сделать, посадить дерево, вырастить сына и в конце концов сделать что-то хорошее. Что-то хорошее заключается в том, что деревья будут расти. И самое главное, тогда, когда у нас в городе вырубаются гектарами, хотя бы мы чуть-чуть поможем и посадим вот хотя бы один рядок. И воздух, и обстановка, и вообще люди такие приятные все. И вообще, и дождь даже не помешал. И понимаете, это такое удовольствие, что лес, есть такой фильм, я говорю, что лес, который ты никуда не войдешь. Я в этот лес уже не попаду. Как вырастет лес, приходит меньше, чем вот это. И дети будут дыхать, и Украина все будет дыхать. Это же легкие. Особенно сосняк. Это же озон тут изобилие. Ну что, это хорошее мероприятие, дуже хорошее. Чудесно работает. Прекрасная погода, прекрасное настроение, прекрасно все садится. Мы наступаем зелеными насаждениями. У нас в городе, к сожалению, их вырубывают повсеместно. Поэтому нам приходится, и в принципе, нам приятно. Предлагаем всем людям приобщиться к этому делу. И возле дома, на улице посадить дерево, посадить два, и у нас будет больше кислорода, будет больше жизни. Впервые сажаю что-то из елок и сосен. Очень интересно. Очень интересные инструменты, которыми это осуществляется. И вообще технологии. Я никогда не думал, что именно так сажаются сосны. Девочки, послушайте меня внимание. Если корешок вот этот, показываю, если этот корешок в ямке заворачивается вверх, она не примется, она пропадет. Задача, чтобы корешок в ямочку вошел. Поэтому выполняется движение, мечом делается ямка глубже специально. Опустил, за верхушку надо держать. Опустил и приподнял. И только после этого мальчик притрамбовал само растение. Понятно, да? Вот на это прошу обращать особое внимание и не спешить, главное. Я приехал садить лис в Шваровку. И увидел, что тут в Шваровке много людей. И увидел я Арсен Борисовича, Гурина. Вот. Они тоже помогали садить. А я был председателем кооператива ГАЗ. И мне очень помогал Арсен Борисович. И мы подужали. Если бы не он, мы бы ГАЗу не сделали. И по многих селах он сделал. Вот и лис мы разом посадим. А что люди кажут, что Арсен Борисович выкупил Шваровскую санаторию, то брехня. Я чего и приехал, и узнал, что то брехня. Никто ее не выкупал. Так что спасибо Авакову, что так сложилось и посадим лис разом. Мы здесь собрались для того, чтобы озеленить вот это пустое место. Чтобы жителям не только Шаровки, но и Богодухово было чем любоваться, проезжая через эти массивы. Где вы живете? В Богодухове. И вы специально сюда приехали? Ну да. Не жалко потерянного выходного? Я радость получаю от этого. То есть, что не пустое место будет озеленим. Сюда приехал помочь и создать хорошую, веселую компанию при посадке деревьев. В партии я уже давно, с 2002 года. Я думаю, тут много таких людей. И создаем потихоньку нашу дружную атмосферу, чтобы все здесь собрались, как говорится, в труде. Чтобы, ну как, не то, чтобы помочь, ну, чтобы, как говорится, в украинском гуртовом легкого батька быть. Вот так же самое и в лесничестве. Я проживаю в Богодуховском районе, село Горького. Працюю в місті Харкове, потому что работы нема на селе. Хотя это ошибка, я думаю, потому что украинская идея, насамперед, и поляга в том, что Украина всегда была аграрной страной. И, на мой взгляд, в момент світово-продуктовой кризи, Украина должна быть этим пользоваться. Это основная причина выхода нашей страны из кризи. Но государство, на мой взгляд, не делает кроков, которые могли бы это изменить. И вот сейчас мы находимся в Шаревском лесе, высаживаем саджанцы ялинок. Самое это, на мой взгляд, и является примером того, что не можно в природу только брать, а нужно и давать. Рецепт выхода из кризи – это аграрные реформи, но продуманные аграрные реформи – не рубать с плеча. И вот такой заход является, насамперед, отдачей для природы. И если есть такие заходы, то есть промень в путье, есть надея, и за это всегда стоит бороться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!